Евангелие от Матфея Евангелие от Матфея Он же сказал в ответ Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам Она сказала Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их Тогда Иисус сказал ей в ответ О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему И исцелилась дочь ее в тот час Покинув Иудею, Господь удаляется в страны Тирские и Исидонские Почему же, запретив ранее ученикам идти на путь язычников, ныне сам он идет в Тир-Исидон, языческие города? При неверии иудеев спасение должно было перейти к язычникам, говорит блаженный Феофилак Болгарский Поскольку иудеи не приняли учения о том, что не пища оскверняет человека, но злые помыслы, исходящие из сердца Не приняли и соблазнились, Господь отходит в пределы языческие Отходит, впрочем, поначалу не с проповедью, ибо Евангелист Марк замечает, что придя туда, Иисус скрыл себя и не хотел, чтобы кто-либо видел его Чтобы не давать повода иудеям к обвинению его в общении с язычниками, которые почитались нечистыми Но вполне утаиться он не мог, ибо узнала о нем женщина Хананеенко, у которой дочь одержима была нечистым духом Хананеи были обитателями Палестины до времени завоевания ее при Иисусе на Вине Это был народ, исповедовавший худшие из формы язычества и исказивший в самых основаниях порядки естества И вот происходящее из этого народа, выйдя из пределов своих, как говорит Евангелист, приходит к Спасителю Уразумея отсюда силу пришествия Христова, замечает святитель Англотауст Хананеи, которые были изгнаны для того, чтобы не развратили иудеев, теперь больше иудеев оказывают усердие Они выходят из пределов страны своей и идут ко Христу, а иудеи, пришедшего к ним, Христа гонят от себя Женщина обнаруживает горячую веру Спасителя и, припав к ногам его, просит исцелить ее дочь Но он не отвечал ей ни слова Что означает это, спрашивая Златоуст? Иудеев и неблагодарных вводит, и злословящих призывает, и искушающих не оставляет А ту, которая не знала ни закона, ни пророков, и между тем показывает такое благочестие Сама приходит к нему и просит его, он отвергает Господь не сразу соглашается на ее просьбу, но отсрочивает дар, чтобы показать, что вера этой женщины тверда Что она терпеливо ждет, несмотря на отказ Научимся отсюда и мы, говорит блаженный Эфеофилакт Не оставлять тотчас молитвы, когда не получаем немедленно просимого, но продолжать молитву Просьбы женщины побудили и апостолов ходатайствовать пред Господом Но не смея просить прямо, они просят как бы за себя Отпусти ее, Господи, потому что она кричит и беспокоит нас И подлинно тяжело было слышать вопль несчастной матери, остающейся без помощи и даже без ответа Но Господь, отвечая апостолам, кажется, только поддерживает их недоумение И апостолам только к погибшим овцам дома Израилева, говорит он Говорит, может быть, для того, чтобы они и сами ясно увидели несправедливость народного мнения о язычниках, которые они разделяли Но слова спасителя не означали, что он пришел спасти одних иудеев Ибо хотя до времени им и оказывалось предпочтение, но пророчеству согласно возвещали, что в Мессии благословятся все племена земные, а не одно только Когда женщина увидела, что и апостолы, ходатые ее, не имели успеха Она снова приступает и, уже не называя его сыном Давидовым, но Господом, продолжает просить Но Господь отвечает ей Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам Сравнивая язычников с псами, так как они вели нечистую жизнь и питались кровью доложертвенной Отвечает так не для того, чтобы укорить ее, но чтобы призвать к себе и открыть скрытые сокровища веры Вместе с верой познай и смиренно мудрее ее, говорит святитель Анзлатоуст Она не стала противоречить, не завидовала похвалам других, названных детьми Не оскорбила собственной обидой Она отвечала разумно и с верой Иудеи, говорит она, имеют хлеб, то есть всего тебя, сшедшего с небес, и все твои благодеяния А я, недостойная, получить хлеб прошу лишь кроху, то есть малую долю твоих благодеяний Тогда Иисус сказал ей О женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему И исцелилась дочь ее в тот час Будучи грешниками, говорит блаженный Феофилакт Мы именуемся псами, полными нечистоты Почему и недостойны бываем принять хлеб Божий? Но если мы в смирении сознаем свое недостоинство Исповедуемся и откроем грехи свои То есть целится душа наша от действия духов нечистых Хананейнка также символ церкви из язычников Ибо и язычники, которые были прежде отвергнутыми После вступили в число сыновей И удостоились хлеба Разумею, тела Господня Иудеи же сделались псами, продолжает блаженный Феофилакт Ибо отвергнув хлеб, начали питаться малыми, скудными крохами буквы Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его ПЕСНЯ ПЕСНЯ